В минувшие выходные на Абзывском ипподроме состоялся ежегодный чемпионат Республики Абхазия по конному спорту, посвященный Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Даже дождь в начале мероприятия не смог помешать играм. Здесь царили азарт и желание стать первым среди лучших. В общекомандных заездах на лошадях приняли участие спортсмены из четырех районов Абхазии – Удаута, Ачемчира, Силалахны и Гагра. Именно в такой последовательности выстроилась цепочка победителей чемпионата. Дан старт первой скачки. Бессменным призовым спонсором этого мероприятия уже много лет является компания «Аквафон». Первый мобильный оператор Абхазии традиционно вручил кубок победителю заезда на приз памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенба. Призовой фонд соревнований составил 100 тысяч рублей. Это целый год, когда люди ждут скачки. Мы проводим районные скачки в Удаутах, местный район принимает участие. В Ачемчирах, Нук, Ашта объединяемся вместе и чемпионат Абхазии проводим в западах, где мы находимся. И каждый год после войны, несмотря на трудности, на проблемы, и когда было еще на много раз хуже, всегда проводили скачки. В программе турнира помимо скачек в качестве показательных выступлений были представлены абхазские национальные игры, такие как метание дротиков, рубка, джигитовка, а также конный футбол. В каждой дисциплине от участников требовалось показать свою скорость, меткость и умение работать в команде. В рамках чемпионата была проведена уже вторая в этом году абхазская спортивная игра Аймза Кячера. При спонсорстве «Аквафон» первый турнир этой национальной игры с успехом состоялся 27 сентября на Мопашта в рамках праздничных мероприятий, организованных в историческом комплексе. Участниками той игры стали команды сел Кутол, Чилов и Губ. И вот уже 4 октября на Обзыбском ипподроме в бескомпромиссной схватке сошлись спортсмены из сел Кутол и Чилов. Очень важно для абхазского народа, для молодежи в первую очередь, чтобы не потерять те национальные культурные игры, которые всегда из поколения в поколение передавались от наших старших. Молодежь откликнулась, потому что все же таки заложено в генах, в крови, в национальном духе абхазского народа. Хотелось бы поблагодарить изначально, когда мы обращались к компанию «Аквафон». Компания «Аквафон» поддерживает и нас. И действительно мы можем сказать, что мы не подвели, потому что результат всему этому, слава Богу, есть. И мы очень благодарны за то, что именно национальные наши игры поддерживает компания «Аквафон». С давних времен эта старинная абхазская игра вместе со скачками и разными видами джигатовки занимала центральное место на любом народном празднестве. По условиям игры капитаны обеих команд вооружаются палками, выструганными из сырого дерева, чтобы они не ломались. Игра начинается в центре поля, когда один из капитанов по жребию бросает мяч вверх, и каждый старается палкой отбить его к игрокам своей команды. Поймав мяч, игрок должен донести его до финиша, при этом он не имеет права передавать мяч партнеру. Участники другой команды делают все, чтобы помешать противнику и забить свой заветный гол. Победителем становится та команда, которая в определенный промежуток времени перебросит за линию финиша большее количество мячей. Компания «Аквафон» снова выступила спонсором турнира, обеспечив соревнования общим призовым фондом в размере 50 тысяч рублей. Многие восхищались, сравнивали с регби эту игру, и был общепозитивный настрой. И я слышал возгласы многих, что нужно свою команду создать, и обязательно попринять участие в следующем году, игры, которые обязательно «Аквафон» поддержит и будет помогать развиваться не только этой игре, но и другим абхазским играм, к сожалению, забытыми в наше время. Можно с уверенностью сказать, что в эти дни гостям мероприятия и зрителям этой старинной абхазской игры удалось насладиться красивым и зрелищным событием, к возрождению которого в этом году приложила усилия компания «Аквафон». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!